Слушайте, тут на медне руководитель федеральной антимонопольной службы Артемьев выступил с удивительным заявлением, в отличие от Димона, который вновь брякнул, мы скоро войдем в топ-труга крупнейших экономик мира, так вот чиновник Артемьев сказал совершенно другое про российскую экономику, а нам, мол, является, внимание, феодальной, отсталой, неразвитой, обалдеть. Я когда на это наткнулся в Коммерсанте, причем еще раз, не на сайте тетки Ру, а в уважаемом издании газете Коммерсант, которая, к слову, Алишеру Усманову принадлежит небезызвестному, пытался себя ущипнуть, несколько раз как-нибудь побольнее оказалось, нет, он и мне не привиделось. Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренции там и не пахнет. Это особенность о государствлении экономики и создании государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это общая болезнь, которая у нас уже давно. А ведь последний месяц я спал относительно спокойно, главное обнадежил в конце лета, потому что, помните, все хорошо, трудности позади, мы, наконец, не просто на коне. Ворота Эдема, не сегодня-завтра въедем под фанфарой. Там еще было так красиво сказано, мы не сидели, сложа руки. Мы преодолели серьезные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Так мы преодолели трудности или нет, я чего это не догоняю. Президент говорит, да, Димон тоже. Чиновник из экономического блока правительства, напротив, не особенно разделяет энтузиазма патронов. Вот это жизнь, как пел когда-то Барт Лоза. Оживи, не тужи, жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Начинаем. А вот теперь серьезно. Впервые в истории этой программы я полностью согласен с определением, которое дал федеральный чиновник, я сейчас про Артемьева. Уж простите, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, а она у нас экономика, потому что и есть феодальная. Это вам, видимо, о чем-то не о том докладывают ваши помощники. Больше скажу, у нас истрой-то в стране давно феодальной. Не буду сейчас говорить о крупных и столичных городах, но вот если регионы изучить повнимательней, это же поместье самое настоящее, и в каждом таком поместье сидит некий князек, это Кирилл Петрович Троекуров-Самодур, и управляет своими вассалами докрепостными, так как ему больше нравится. Плевать он хотел на законы менеджмента экономики. Он тут князь, помазанник какого-то папика из столицы, который ему крышу дает, поэтому отвали моя черешня. Ну чего за примерами далеко ходить, пожалуйста. Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Профессиональный чинуш, аж с 79-го года прошлого века пользу родине дама пыталась приносить, слава богу, мимо выборов пролетела в этот раз, так вот. Всего за пять лет своего губернаторства эта леди такого наворотила у себя в регионе, прикиньте, ее там откровенно ненавидят все, даже воздержавшихся, нет? У нас снизилась говядина и свинина, снизилась у нас яйцо и курица, потому что 120%. При этом губернатор постоянно креативит. Благодаря ей во Владимире появились Успенская площадь, Девичья улица, Лебединская магистраль, а городовой стал городничим. И, конечно, только у нас существуют... Экстравагантные виды спорта. Кроме того, Орлова одарила Владимирцев фразами «ставить раком», «брать на кукан», «федеральные федерации», «Рита, не гони пурги». Но не куканом единым Светлана Юрьевна прославилась, а как она дела вела. Вот лишь пара-тройка примеров скандальную историю с мусорными свалками в Подмосковье. А как думаете, куда весь лишний мусор Андрей Юрьевич Воробьев в конечном итоге сбагрил, чтобы избиратель подмосковный шумел не так громко? Правильно, в соседнюю Владимирскую область все это ГП везли. Орлова умела быть полезной в трудную минуту. А еще за время правления госпожи Орловой куча производственных и сельхозпредприятий в уверенном ей регионе перестала существовать. А вы говорите, в попы мы с нашей экономикой войдем, в топы в смысле. Пожалуйста, Владимирский тракторный завод. Минувшим августом медным тазом стабильности. Крупнейшее предприятие в области накрылось. Завод был замечательный. В 50 стран поставил движки и трактора. 135 тысяч движков выпускал и 35 тысяч тракторов в год. Еще одно научно-производственное объединение – Точмаш, который сперва раздробили на множество мелких структур, потом на продажу по 350 выставили. С молотка ушли и некоторые так называемые непрофильные активы. Владимирское профтехучилище, например, которое годами готовило специалистов дефицитных рабочих специальностей. Его распродали под офисы. Дом культуры того же Точмаша. Странным образом отошел к какому-то частному лицу по заниженной цене. А еще там были общежития, магазины, кафе. Господи, да что-то там только не было. Теперь уже впрочем и нет. И это я сейчас только про подвиги чиновницы в областном центре, а по области... ой... Это реальная журналистика. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! И это был пример из Центральной России, откуда до Москвы 4 часа езды. А теперь представьте себе какую-нибудь Магаданскую область или Колыму, где золото добывают. Пушнину, древесину, ценных пород. Короче, все то, вокруг чего криминалитет обожает. Нюхаться, да туда вообще лучше не соваться, потому что там же, в этой тайге, навсегда изгинешь случайно, конечно. Про бескрайние просторы Сибири и Приморья я уже говорить устал язык, стерки, ядрени, фени. Ну и про китайцев, конечно, вернее. Про то, как братья наши китайские помогают российским чинушам карманы набивать. Пожалуйста. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. О какой экономике, о каком ее развитии в данном случае вообще можно говорить? Под корень все вырубается. Естественно, никакая молодая поросль. В местах вырубки затем не высаживается, да хотя бы кругляк. Честно, по документам, как кругляк за бугоры везли. Хоть какие-то деньги страна получала. Так ведь нет. Эти упы и феодалы оформляют тот лес, как строительный мусор какой-нибудь. В итоге получается, что это еще и мы китайцам должны приплатить за то, что они у нас как бы клинингом занимаются. А еще мы то и дело слышим о том, как топ-менеджмент госпредприятий в очередной раз поднял себе зарплату. Эти прям наравне с чиновниками. Все время стараются быть, которых, слово, постоянно стимулирует финансы. А вот опять собрались простимулировать. То есть два, три, пять миллионов в месяц в качестве зарплаты для чинуш российских уже не стимул. При том, что живут-то они до кучи на полном гособеспечении, нет, дяденька, добавить бы надо. Ну да я не о чинушах хотел, я же о топ-менеджерах госпредприятий, которые вообще какие-то астрономические доходы имеют. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД. А за что, хочется спросить, за какие заслуги? За то, что я пользуюсь, например, услугами российских железных дорог и вынужден ехать в старом некомфортабельном и разваливающемся скотово-агоне советской еще постройке? А кто-нибудь пользуется услугами, скажем, оператора связи Ростелеком? Как оно? Суперова же, да, особенно если есть чем сравнивать. К слову. А никто никогда не обращал внимания, что хэтхантеры не особо охотятся вот за этими эффективными менеджерами из госструктур. Не хотят их как-то частники к себе переманивать, поэтому у этих ребят всегда одна дорога после ухода из госбизнеса в чиновники. Объяснить почему или сами догадаетесь? Правильно, потому что они делать ничего не умеют толком, разве что долгов нахлопать или в сомнительный проект какой вывязаться. Но это же не страшно. Всегда же есть налогоплательщики, которые выручат. Поэтому, господа, еще раз, какой топ крупнейших экономик мира? Прав в кои-то веки чиновник из российского правительства Артемьев, повторюсь, Папуа, Новая Гвинея. Мы образца 17 века по уровню развития. Никакая не сверхдержава. То, что было, и то профукали. Надоели эти сказки из отчетов, честное слово. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь, интересуйтесь. В соцсети заходите, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok